Пациент 32 лет. Эозинофильное поражение ЖКТ. С 2015 года на клюгокортикоидах. Плохое пищеварение, похудание. Здравствуйте! Я проходил МСКТ энтерографию с внутривенным контрастом 18 июля 2019 года. Мне 32 года. Пол мужской. У меня эозинофильное поражение ЖКТ органов, в особенности тощей кишки. Сейчас длительная терапия глюкокортикоидами. Перечень вопросов. Первый. Какая часть тела была обследована при моем КТ? Интересует начало области сканирования. Какая часть пищевода попала? И конец. Попали ли тазобедренные суставы, половые органы? Зона сканирования от середины грудной клетки до нижнего края малого таза. Тазобедренные суставы вошли в зону сканирования. Предстательная железа вошла, половой член органы мошонки не в полном объеме. Вопрос 2. Если бы мне назначили делать КТ только кишечника, то область сканирования была бы такая же или поменьше? Если да, то на сколько сантиметров меньше? Меньше на 12 сантиметров. Третье. Информативно ли будет посмотреть на данном КТ мочевой пузы и предстательную железу на предмет каких-либо патологий или нужна МРТ? Скорее нет, нужно МРТ. На КТ хорошо видна только мочекаменная болезнь и достаточно грубая патология. Четвертое. Информативно ли будет посмотреть на данном КТ тазобедренные суставы на предмет куксартроза, асептического некроза головок ТБС на ранних стадиях или нужна МРТ? На ранних стадиях нет. Пятое. Можно ли на данном КТ определить остеопороз, просчитать минеральную плотность, шейка бедра, поясничный отдел? Нет. Шестое. Самый главный вопрос. Какая лучевая нагрузка была получена при данном обследовании? В протоколе данной информации нет, но на CD-диске на последней странице есть некоторые цифры. Total Image Number 3022, Total 5320, Total Scan Time 57.59, CD-VOL MFY 94.4, LDP MGE-1553.8. Исходя из данных, нужно точно подсчитать общую лучевую нагрузку в миллизивертах. Общая доза 24.7 миллизивертах. Седьмое. Насколько лучевая нагрузка, полученная мной, опасна? Безопасной считается годовая доза 15 миллизивертов. Но, на мой взгляд, никакой катастрофы в этой дозе нет. Восьмое. Какие препараты, продукты нужно пить сейчас для уведения радиации? Исследование было почти два месяца назад, все ушло. Сразу после исследования имеет смысл принимать сорбенты, полисорб, активированный уголь, полифепан и пектин, содержащий продукт. Сейчас смысла в этом нет никакого. Девятое. Можно ли мне сейчас сделать рентген зуба? Доза облучения на один зуб 0,02 миллизивер. Чтобы вылечить все зубы, суммарная лучевая нагрузка будет 0,12 миллизивер. Или нужно подождать. Сколько ждать? Можно. Доза на зубах ничтожна. Проследите, чтобы на шее щитовидную железу надели свинцовый воротник. Десятое. Можно ли мне сейчас пройти децентометрию костей? Общая лучевая нагрузка при этом составит 0,1 миллизивер. Или нужно подождать. Сколько ждать? Можно. Нагрузка также мала. Одиннадцатый. МРТ кишечника с контрастом. Может ли заменить КТ кишечника для выявления болезни крона, энтероколитов, размеров лимфоузлов и других воспалительных изменений ЖКТ? Да, это очень схожие по сути исследования. Энтероколит, скорее, не рентгенологический диагноз. Велика вероятность, что не увидим на обоих методах. Двенадцатый. Один из важных вопросов. МРТ кишечника с контрастом. Может ли заменить КТ, пройденное мной, для выявления степени воспаления ЖКТ? А именно, определить толщину стенок кишечника в миллиметрах, толщину стенок желудка в миллиметрах, определить диаметр просвета кишок, сужение, расширение. По поводу желудка, я бы рекомендовал сделать гастроскопию. А чтобы оценить толстый кишечник, фиброколоноскопию. Это можно сделать под наркозом за один раз. Толщину стенок и их отек, воспалительные изменения, оценить можно как по КТ, так и по МРТ. Но на КТ это проще. Исследование быстрое, нет артефактов от кристальтики кишечника и дыхания. По поводу сужения и расширения диаметра кишки. Для оценки толстой кишки также можно сделать и ригоскопию. Но сейчас ригоскопию мало где делают, и опять же при ней высокая лучевая нагрузка. Также есть исследование виртуальной колоноскопии. Выполняется на КТ. Там можно достоверно оценить состояние толстой кишки, стенозы, дилетации просвета, наличие дивертикулов и изменения в жировой клетчатке вокруг кишки. Доза будет около 6-6,5 мЗВ. Врач-рентгенолог КМН Котов М.А. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры ручевой диагностики СГМУ имени И. Мечникова. Вопрос от пациента. Уточнение. Как правило, расчет лучевой нагрузки всегда производится, исходя из тех цифр, которые я вам присылал. Total Image 4022, Total 5320, Total Scan Time 50759, STD-Volt 94.4, DL 1553,80. Или, правильнее и точнее, расчет вычисляется автоматически самим томографом, например, исходя из фактически поглощенного телом облучения, и оператору остается лишь записать эту полученную нагрузку без всяких вычислений по формулам. Ответ врача-рентгенолога. Расчет дозы идет из значения ДПЛ и коэффициента органа, который сканировали. Брюшная полость 0,015. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова